здравствуйте друзья у нас вопросик на канале на дорожку мне здравствуйте михаил расскажите в подробностях про privacy в сша с одной стороны близкие соседи отгораживаются друг от друга заборами но не всегда с другой стороны заметил что многих блогеров когда проскакивает в кадре их жилье будь то дом или квартира где окна выходят в публичное место то все окна завершены или закрыты жалюзями даже если на дворе день прям как в аквариуме любят ли люди публичность в долине и ближе к центру америки в так называемой классической америке или считают что то что я делаю дома это строго мое я не хочу это никому показывать даже если я просто сижу и читаю газету с чашкой кофе действительно чего не считать газету с чашкой кофе на виду все я тоже спрашиваю сейчас поговорим и так мы о праве сигаре значит праве себя как бы право человека на то чтобы вот быть как бы сам по себе чтобы никто не лез к тебе в душу и даже вот когда вы в очереди стоите куда-то американцы не стоят в очереди прижавшись друг другу и пихаясь они стоят там на расстоянии полметра вот так чтобы у каждого было место достаточно то есть уважается чужое пространство поэтому значит тут как бы две части то есть первое чужое пространство уважается второе мое собственное пространство но это как я вот ну собственно к нему отношусь понимаете вот я не знал раньше а вот тут когда перископ стал значит заглядывать и смотрю там значит половина сообщений вот по-русски там да какие-то ребенок там допустим 12 летняя девочка там или что-то и то казалось бы вот она что-то рассказывает там из школы с переменки и ей там половина сообщений которые ей пишут покажи сиськи и значит я как-то удивился очень я думаю ну неужели кто-то вот возьмет и покажет дальше мне готово что то они там легко показывают многие это конечно вот и я думаю но это ерунда какая-то и тут значит в американском уже так перископе там какая-то девушка была такая азиатская азиатской внешности и ей тоже вот значит американцы год покажи говорит чё там у тебя вот это так говорит ты чё тут ничего такого нет это вот ну что есть то есть действительно там много не было но она так как-то говорит то есть совершенно спокойно человек как бы отнесся без каких-то вот ну я не знаю вот кому-то искали там не знаю покажи нос или там покажи там какие у тебя очки вот поэтому значит одно дело что люди уважают твоя править а другое дело ты сам можешь быть более открытым или менее открытым вот посмотрите на блогеров вы видите блогеры там что-то у них в окнах но ведь блогер же он открытый понимаете разная степень открытости но ведь но на сто человек вот кто в состоянии вот так вот взять выйти и показывать свою жизнь рассказывать об этом о том там тут у тебя друзья там ты в гости пришел это же еще надо чтобы люди вокруг тебя к этому нормально относились вот сейчас так будешь камеры ходить тебя в гости звать перестан да меня однажды матом послали любя любя иди ты говори со своей камерой я бы давай снимемся а это иди ты говорит хотя снималась раньше вот значит а социальный работник казалось бы вот социальный работник на галфере работает должен быть интеллигентным человеком она не суть значит теперь безусловно уровень вот этого прайвиси и отношение к этому меняется сильно в зависимости от размеров населенного пункта я помню как то мы со светланой плутали там искали чего-то в штате колорадо в каком-то грубо говоря селе ну такое хорошее такое американское село там дома нормальные все дела и там значит едем и там такая улица дома стоят и на траве перед участком но перед домом на травке на фронт ярных там но не на всех не у всех домов а так у половины подростки там мальчики девочки лет так не знаю там 13 14 15 16 вот они там тряпочку подстелили лежат там не знаю коктейль какой-нибудь попивают такие хорошие такие простые ребятки вот прямо вот так вот там лежат общаются потому что перекрикивать у нас например вот напротив нас живут англичане которые на улице ничего такого не делают только заходят и выходят а вот например рядом с ними дом по левую руку чуть левее там живут из индии товарищи и у них бабушка с дедушкой приехали маленькая лялечка там не знаю сколько я уже годика вот и вот они с этой лялечкой целый день так они на крылечке сидят у дома есть крылечка у нашего дома тоже есть крылечка мы просто не сидим на этом крылечке и не пьем чай там или кофе почитывая газету и глядя на улицу мы можем то есть дом для этого сделан он он как бы оборудован но сейчас такое время чтобы она ехала много народу плотность населения большая никто никого не знает и ты как бы может быть не очень чувствуешь себя комфортабельно да плюс еще сейчас же принято ходить сейчас же все ходят и вот там 10 минут посидишь там и может там 15 человек мимо прошли там скороходы какие они все вежливы они здороваются мим так не пройдет а здоровается вот если там еще можем и головой покивать то есть люди которым вот это приятно и они там сидят но вот я бы сказал что в кремниевой долине это не очень принято а вот это мы сейчас в не вы или живем тут попроще немножко а вот например когда мы жили в лос-алтес там такое место вообще я не знаю можно его назвать снобийским но там они очень славные люди очень милые такие но они очень закрытые и так хай бай привет майкл холидуэн сэнки веримать бум исчез вот поэтому они очень милые очень но вот не ни слова не скажут не по не потрепаться с ними не поболтать там не не то что там никакого общения с ними нет вообще ноль вот эти могут потрепаться эти могут например вот у нас англичанка она как-то увидела что нас нету а в это время там мусор значит да мы выставили мусорный бак машина пришла высыпала его и оставила нас нету так она пошла на калиточку нашу открыла закатила нам его туда где мусорный бак стоит ну вот такая как бы заботливая женщина такая пожилая пенсионерка дом сидит вот поэтому казалось бы в это за зашла в чужой дом там через калиточку там и все такое то есть как бы это не очень как кошерно да ну ничего страшно так по соседке поэтому очень-очень много домиков если вы посмотрите особенно на вот этот колониальный стиль день балабами да не только ну по всей америке вот у нас в частности тоже в домах есть крылечки которые смотрят на фронт-ярд но может быть более старые конструкции вот сейчас новые я не хотя и новые бывают сейчас новые тоже бывают вот ну вот раньше так вообще строили преимущественно вот с крылечком что касается шторок на окнах тут понимаете есть тонкость некоторые есть закон который наказывает людей если с паблик стрит то есть вот с улицы где люди ходят если я нахожусь на паблик стрит и вижу в вашем окне что неприличное там типа вот идет человек там из душа понимаете там вот как мать родила проходит или может быть так снизу прикрыть сверху допустим дамочка открытая и это видно с улицы за это могут оштрафовать то есть кто-то может сказать я был она меня засмущала какое безобразие у нас как-то раз пришли значит электрики из электрической компании там они пришли у них есть вас право да они заходят там начаться через калиточку двигаются там потому что они там обслуживают нас там линия столб там линия вот и в это время поскольку там стекла и а мы же не знаем они даже не сказали вот они не постучали там двери низкой и низкой ребята мы вообще будем тут работать они просто пришли а мы там ну так не 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 то что уж совсем в неглиже но в общем то как бы так не 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 при галстуке вот и он нам говорит вы чё это тут вот так вот прямо вот можно сказать нехорошо будет нас тут люди на работе бригадир поэтому такая вот история у меня например есть туалетик возле моего офиса и туалетик этот если дверь открытая и включить свет то через коридор напротив значит там маленькая спаленка такая гостевая если в нее открыть дверь и шторки на окнах например открыть то с улицы будет прекрасно видно значит что я делаю в туалете если особенно если я свет зажгу поэтому я знаю что нельзя беспокоить и ранить чувства людей ходящих по улице значит я смотрю чтобы у нас было закрыто тут и закрыто там если вдруг у нас шторка не закрыта значит это на дверку прикрываю хотя вроде я у себя дома но вот как бы не не положено вот так что насчет заборов между соседями заборы не ставят не ставят на фронт ярде чтобы красиво было там может не быть забором забор между соседями на на бэк ярдах чтобы не было забора это надо умудриться то есть конечно это может быть где-то я могу себе представить мы когда жили в саратоге то вот там не было забота была громадная такая знаете травка такая желтенькая высушая там большой участок у нас был 47 соток холм такой был и вот там вокруг все эти люди на холмах и заборов ни у кого не было вот они как-то там были потом приехал какой-то англичанин купил дом там напротив нашего там за оврагом и начал его строить так вниз в овраг туда он шел так весь склон оврага застроил там банями бассейнами там еще что-то и понаставил заборов и тогда уже остальные как-то тоже откликнулись там поставили заборы но смешно было то что сити говорит ты не можешь своим забором перекрывать путь оленям которые там гуляют поэтому забор ты поставить можешь но в нем оставить дырку такую большую один пролет чтобы олени могли спокойно прогуливать поэтому что хочу сказать что заборы ставят трудно найти так чтобы вот стояли дома и не было бы забора вот только на фронт на фронте что еще даже я не знаю смотришь у блогеров там окна закрыты но если ты живешь в деревне там никого нету понимаете или ты живешь в доме у тебя дом на пяти акрах и там тоже никого нету ты можешь открыть все что ты хочешь открыть но если ты живешь в городе вокруг тебя люди и у тебя в это окно смотрит один сосед что окно смотрит другой сосед в третье окно смотрит еще кто-то или вот допустим у нас сейчас стройка идет так ну заканчивается уже внутри дата на на бэк ярде так у нас все закрыто нас вообще дом очень открытый у нас окна громадные там до потолка и так далее все закрыто потому что когда строители ходят чтобы с нами не интерферировать не светится перед глазами людей когда они уйдут мы абсолютно у нас вот надо вовнутрь вовнутрь где никто не ходите на нас не смотрит нас абсолютно все открыто нам очень нравится когда открыто мы вот эти кипарисы у нас там красивые стоят у нас там деревья красивые сейчас от сакуры зацветут и лимончик и там кустики конечно я хочу все это видеть чё же это за разговор безусловно вот у нас так дом прямо дизайнирован чтобы все было видно назад во двор вот а на фронте значит ну я я не хочу чтобы мне кто-то заглядывал я не хочу сам никому заглядывать поэтому вот так но еще раз я никого из них не знаю мне ни с кем из них нет никаких отношений и я как-то вот считаю что у нас повышенная вот это вот прайвиси уровень прайвиси повышенный вот а если бы мы тут если я вырос на этой улице и мы бы тут всех целыми днями там футбол гоняли пиво пили там бейсбол там еще что то так может быть я как-то иначе бы там может они бы там без стука заходили кича майкл пиво есть там вот наверное я не знаю есть люди которые так живут тоже вот наверное все счастливо друзья